Всем привет! Это Аудиомания и я, Алексеев Герман. Мы продолжаем знакомство с недорогими студийными мониторами для домашних и project-студий. Ранее мы рассказывали о КРК Rocket 4 ревизии. Если не смотрели обзор, обязательно посмотрите. Ссылку мы оставим в описании. А сегодня на нашем столе мониторы Presonus Ares E5XT. В бюджетном сегменте не так много моделей-мониторов, которые можно советовать без зазрения совести. Производители пытаются всеми возможными способами удешевить свои модели среднего уровня и таким образом понизить цены. Чаще всего получается ерунда. Назвать некоторые модели бюджетной студийной акустики мониторами просто не поворачивается язык. Но к мониторам XT это не относится. Серия Ares прекрасно зарекомендовала себя и получила множество положительных отзывов. Обновленную линейку XT, выпущенную в 2019 году, однозначно ждет та же участь. Модель Ares E5XT получила целый ряд изменений, направленных на улучшение качества звучания. Первое отличие, которое явно бросается в глаза – новая форма волновода. Он выполнен по технологии EBM – Electrical Bound Remodeling. И разработан ведущим инженером и основателем компании Works Audio Hue Service. Форма эллипса позволяет расширить диаграмму направленности до 100 градусов в горизонтальной плоскости и до 60 градусов в вертикальной. Это помогает значительно уменьшить влияние расположения мониторов на искажение тембра и делает контроль звука точным и комфортным. Плюс расположение фазоинвертора на передней панели позволит располагать мониторы в непосредственной близости от стен. Все это является неоспоримым плюсом для использования мониторов в небольших студиях и акустически неподготовленных помещениях. Корпус получил увеличенные размеры. Это позволило расширить низкочастотный диапазон на 10 Гц. Теперь частотный диапазон составляет от 48 Гц до 20 кГц. Столь широким диапазоном звучания могут похвастаться далеко не все модели недорогих мониторов. Динамики остались такими же, как и в предыдущей серии. Здесь по-прежнему используется низкочастотный динамик с диффузором из композитного материала, армированного кевларом. И традиционный тканевый твиттер, защищенный металлической сеткой. ARIS E5XT имеют богатые коммутационные возможности. На задней панели расположились входы XLR и TRS для балансного подключения. Для небалансного соединения предусмотрен разъем RCA. Обычно недорогие мониторы не имеют широких возможностей по подстройке звучания. Серия XT и здесь смогла выделиться среди конкурентов. В них предусмотрена регулировка высоких и средних частот, плюс настройка частоты обрезного фильтра. Здесь же расположился переключатель Acoustic Space. Все это позволит максимально детально подстроить звучание мониторов под особенности вашего помещения. Также на задней панели расположена ручка громкости и кнопка включения. В основе усилителя лежат микросхемы TDA7294. Их часто используют производители активной акустики. Паспортные значения мощности для ARIS E5XT составляют 70 Вт. Посмотрим на амплитудно-частотные характеристики. Рабочий диапазон составляет 50 Гц-20 кГц при неравномерности плюс-минус 6 дБ. Для 5-дюймовых мониторов это очень неплохой результат. Многие топовые модели с такими же размерами динамиков не могут похвастаться подобными характеристиками. По форме график достаточно ровный и имеет небольшие плавные подъемы по краям диапазона. У меня были опасения, что это может отразиться на звучании и средний диапазон будет провален. Я оказался неправ. Мониторы звучат достаточно сбалансированно и проблем с серединой не наблюдается. В общем, звучание мониторов я бы охарактеризовал как достаточно ровное и неутомляющее. После 3-х часов работы мои уши не свернулись в трубочки, как это иногда бывает с недорогой акустикой. Мониторы звучат разборчиво, чисто и не добавляют сильной окраски звучанию оригинала. Да, здесь вы не услышите качающего диафрагму саббаса, но мы говорим о мониторах с 5-дюймовыми динамиками. Они не предназначены для этого. Если вам необходим больше контроль в области низких частот, советую обратить свое внимание на старшие модели E7 и E8 XT с 7- и 8-дюймовыми динамиками соответственно. Но помните, что мониторы с большими низкочастотными динамиками требуют от помещения, в котором они будут расположены, грамотной акустической обработки. Подводя итоги, хочется сказать, что предыдущая модель стала настоящим хитом в сегменте недорогой студийной акустики. А новая модель XT выглядит еще предпочтительнее. Мониторы имеют богатые коммутационные возможности, тонкую подстройку звучания и фазоинвертор расположен на передней панели. Все это делает Presonus Ares E5 XT отличными мониторами для работы в домашних условиях. Советую обязательно послушать их, если вы планируете покупку своей первой пары мониторов. На этом все. Подписывайтесь, задавайте вопросы в комментариях, ставьте лайки и следите за тем, что мы делаем. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok